Добрый день, друзья и коллеги. Это подкаст «Разговор про договор» и я, его ведущий, Дмитрий Чешев. Мы продолжаем рассказывать обо всех нюансах контрактного менеджмента. Но теперь делаем это не только в аудио, но и в видео формате. Вас ждет больше полезной информации, встречи с экспертами из крупного бизнеса и практические советы по работе с контрактами. Здесь мы подписываемся под каждым словом, но не под каждым договором. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией «Газпромнефть» в студии «Ред Барн». Наем сотрудников – это важная часть жизни бизнеса. А если мы говорим о контрактном менеджере, то это уверенность в будущей работе с договорами. А значит, и в будущей всей компании. Сегодня у меня в гостях Оксана Цветкова, HR-партнер функции закупки в компании «Газпромнефть». Она ответит на все вопросы о найме, собеседованиях и даст рекомендации по составлению сильного резюме для будущих контрактных менеджеров. Так что слушайте внимательно и записывайте. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы перейдем к теме нашего выпуска, хочется узнать поподробнее про ваш профессиональный путь. Как вы пришли в профессию? Мой профессиональный путь в HR начался с направления подбора персонала. Я выбирала разных сотрудников разного уровня для горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной, гражданского и промышленного строительства, ну и, естественно, нефтегазовой отрасли. Далее я перешла уже на роль внутреннего тренера в компании «Газпромнефть» и также лидировала проекты по повышению эффективности рекрутмента тоже в компании. Сейчас я занимаю роль и должность HR бизнес-партнера функции закупки и также продолжаю тренерскую деятельность, веду тренинг по теории поколений, по стратегическому планированию человеческих ресурсов и также разработала мастер-класс для студентов по составлению резюме и самопрезентации на интервью. Здорово! А вот вопрос, с которого я хочу начать, я задаю всем гостям. А когда вы впервые познакомились с контрактным менеджментом? С контрактным менеджментом я познакомилась именно, когда пришла в «Газпромнефть» в 2019 году, как раз когда компания тоже активно перестраивала все процессы, связанные так или иначе с закупкой. И, в общем, могу сказать, что с одной стороны стояла у истоков, а с другой стороны мы с контрактным менеджментом в компании, в общем, наверное, росли и развивались вместе. Здорово! Здорово, что у нас такой человек сегодня в подкасте. У вас большой опыт, вы провели огромное количество собеседований, в том числе и на позицию контрактного менеджера, и плюс, так как вы разработчик специального мастер-класса по составлению резюме для вузов, я хотел бы спросить у вас, что должно быть обязательно в резюме у соискателя, чтобы это резюме заинтересовало рекрутера и HR-партнера? Очень хороший вопрос. Наверное, про него можно, в принципе, говорить где-то полтора часа. Целый мастер-класс можно провести. Да-да-да, целый мастер-класс как раз. Если тезис-то, вот так коротко, я, конечно, выделила бы такие ключевые моменты. Первое – это важно отображать свой опыт так, чтобы это было понятно будущему работодателю. То есть описывать наименование своей должности, свои какие-то там достижения регалий и выполняемый функционал так, чтобы это было четко и понятно просто на внешнем рынке. Незнакомого с опытом, чтобы... Да. Особенно это актуально для контрактных менеджеров, потому что наименование должности может быть абсолютно любым. То есть это может быть инженер, это может быть какого-то уровня специалист, это может быть член какой-то производственной команды. И назвав себя как в трудовой написано, ну, как иногда тоже кандидаты так указывают, ну, мы можем просто пропустить этого человека и не заметить, не понять вообще, чем он занимается. Поэтому здесь важно вот именно кастомизировать и делать резюме четким, ясным для человека, который незнаком. То есть описывать не только должность, но и чем ты занимался на этой должности в предыдущей компании. Да, ну, безусловно, конечно. Конечно, то есть описывать должность и свою трудовую деятельность используя такие общепринятые терминологии, общепринятую аббревиатуру, чтобы четко сразу понять, что было в опыте и какие знания, навыки имеются. Также я очень советую добавить к каждому месту работы, к каждой своей должности, опыту измеримые достижения. Какие? Что значит измеримые? Ну, то есть условно вы выполняли определенный функционал и достигли чего? Например, сократили срок рассмотрения чего-то, каких-то процедур, документов или прочее, настолько-то. Благодаря вашим действиям компания получила такой-то прирост, условно, прибыли, выручки, чего бы то ни было. То есть это важное показывает, что вы, во-первых, как-то развивались, приносили в том числе именно пользу компании, в которой вы работали, и вы чего-то достигали. Есть какой-то результат в цифре? Да, да. Также те проекты, в которые участвовали, тоже было бы здорово, если бы дополнялись той ролью, которую вы там выполняли. То есть тоже, опять же, видно сразу, какое было ваше место в этом проекте и, соответственно, чем конкретно занимались. Также важно соблюдать такой баланс между подробным и ясным резюме, чтобы это вот прям все рассказать, но не перекладывать войну и мир в резюме. Краткость и страталанта. Да. Лаконично, но глубоко и емко. Поэтому если говорить про объем резюме, то, конечно, есть, наверное, такое вот, может быть, общепрофессиональное наблюдение. Если опыт где-то до пяти лет, то в целом можно ограничиться одной страницей резюме, так как резюме – это все-таки четко структурно-саблонизированный документ, в котором есть своя структура и который мы, соответственно, заполняем и презентуем. Это наше лицо. Если более пяти лет опыта, то, наверное, где-то до пяти страниц. То есть все равно вот уложиться вот в этот формат и шаблон. Поскольку рекрутеры, ну, HR-партнеры, там, следующий этап, это мы в первую очередь, это люди, которые сначала сканируют вот так вот по диагонали резюме, и главное, чтобы взгляд зацепился за что-то. И если это будет резюме, там, состоящий из десяти страниц, и под каждый опыт это 15 плюс пунктов, то мы просто можем что-то упустить даже. И не дочитать до конца. Да, мы можем... Бывает такое? Бывает. Бывает. Где вот, ну, я понимаю, что вот на первых строчках уже, ну, я не вижу того, что мне нужно. И, соответственно, таким образом важно вот выдерживать этот баланс, поскольку мы не должны забывать еще про прекрасный инструмент, который помогает нам себя презентовать, это сопроводительное письмо. Не только резюме мы можем прикладывать, но плюсом еще сопроводительное письмо, где вот как раз-таки мы можем в более такой повествовательной форме рассказать больше о себе, о своих каких-то дополнительных достижениях, каких-то дополнительных проектов, которые мы реализовывали, и побольше раскрыть вот этот свой, конечно же, бесценный опыт. Какие хард и софт-скиллы нужно указать в резюме, чтобы оно выглядело достойно для контрактного менеджера? И нельзя ли обойтись стандартным набором из там целеустремленность, стрессоустойчивость, многозадачность? Ну, я, наверное, отвечу так на вопрос, что указывайте те софты и харды, которые есть у вас. Потому что... Не привирать. Так, ну, безусловно. Потому что здесь мы, конечно, можем сейчас обсудить какой-то базовый список софтов, хардов контрактного менеджера, и вы можете даже благополучно это включить себе в резюме, но интервью, конечно, это все мгновенно проверяется. Вот поэтому, конечно, то, что есть у вас. Безусловно, конечно же, подходим осознанно к вот этому набору компетенций. Также, безусловно, ничего не забываем, но помним про релевантность каждой вакансии. Здесь, конечно же, важное очень качество для контрактного менеджера – это, безусловно, широта мысли. То есть, чтобы уметь смотреть, вроде, как бы Helicopter View иметь и видеть чуть шире, чем каждая из сторон. То есть, всеобъемлюще подходить к процессу. Безусловно, это, конечно же, профессиональные знания, навыки. То есть, именно если обладаете какими-то знаниями специализированных программ, каких-то дополнительных атрибутов, которые требуются для выполнения того или иного функционала. Иностранные языки. Если знаете, обладаете, безусловно, сразу же добавляйте, потому что это тоже очень важно, так как, в принципе, знание иностранных языков, в частности, английский – это… Must have, как говорится. Must have. Это позволяет вам, в том числе, развиваться как специалисту, поскольку в данный момент у нас большая часть литературы – это все-таки английский, на английском представлено. И готовность к релокации. То есть, здесь тоже проверяйте. Если вы действительно и осознанно подходите к этому и, правда, готовы, то обязательно указывайте. Тем более, современные работные сайты позволяют даже выбрать регионы, в которые вы готовы к переезду. На это тоже обращайте внимание, поскольку тоже часто рекрутеры ищут подходящих кандидатов, именно выставляя определенные фильтры, используя поиск по ключевым словам. И вот здесь как раз-таки вот это все может сыграть, где вы, указав свои вот эти ключевые навыки знанию, общедоступные, то вот таким образом вы можете попасть в эту выборку. Или не попасть, если, соответственно, вот укажете не тот набор. Вот вы заговорили про то, что указывать. А есть ли какие-то, может быть, формулировки, которые точно не нужно использовать в резюме, чтобы не смутить HR-ов? Ну, безусловно, это есть. И здесь это будет применимо не только к резюме контрактного менеджера, а в общем и целом такие общие рекомендации. Здесь я бы, наверное, больше отметила не в виде формулировок, а в целом вообще, как мы видим резюме, поскольку смутить может многое, не только формулировка. Например, безусловно, если вот так начать с самого начала, если вы готовы и хотели бы добавить свою фотографию в резюме, то убедитесь, пожалуйста, что это деловой стиль, поскольку у меня есть даже какая-то своя небольшая личная коллекция и рейтинг фотографий, где есть и из тренажерного зала, там молодые люди выкладывают. С пляжей есть? С пляжа были. С семейным кругу, где потом я сижу и выясняю, кто же мой кандидат. Третий справа в нижнем ряду. Да-да, и подпись мелким шрифтом. Есть в ресторане на фоне какого-то недоеденного салата. Ну вот здесь, безусловно, у каждого кандидата, конечно, должно быть, как говорится, маленькое чёрное платье в виде деловой фотографии, а лучше вообще деловой фотосессии, чтобы это было. Хороший совет. Не многие задумываются об этом. Вот. Безусловно, тоже обращаем на это внимание. Также почта электронная. Как будто бы, ну, что такое. Мы тоже смотрим на это, обращаем внимание, поскольку, ну, очень интересно, когда смотришь резюме опытного руководителя с 10 плюс лет стажем в управлении и почта Лизуля-Капризуля. Да. То есть здесь помните, что это тоже, ну, поскольку резюме это лицо, то любая деталь важна будет. И здесь, ну, конечно, вот такой от себя совет. Лучше вообще завести отдельную почту для вот такой вот деловой переписки. Во-первых, не пропустите никакое важное письмо в бесконечном потоке каких-то рекомендаций, рассылок и прочее. Ну, и, соответственно, выдержите тоже деловой стиль. Ну, про должность, опыт и прочее, ну, мы уже ранее обсудили, что в целом это лаконично, но ёмко и понятно для будущего работодателя. Также я бы рекомендовала избегать, ну, какой-то, так сказать, лишней личной информации. То есть, безусловно, здорово описать свой хобби, да, ну, там, чем занимаетесь. А это обязательно? Это не обязательно. Ну, это рекомендовано, да, как бы, чтобы побольше о вас узнали? В целом, в нейтральном ключе, да, конечно, можете описать, что, в принципе, у вас ещё есть там жизнь после работы. Увлекаюсь спортом, творчеством. Да, да, спорт, творчество, но всё-таки не сильно, ну, советую не сильно как-то погружаться в детали, потому что, ну, тоже, когда смотришь резюме, и потом в описании о себе, там, счастливая владелица, там, чёрного пуделя, с которым я люблю гулять в парке. Вот, вроде бы и здорово, да, но... Люди хотят добыть креатива. Да, тем не менее, вот это можно вынести как раз сопроводительное письмо, да, то есть всё-таки резюме – это такая, ну, саблонизированная история. А ещё тоже важно обращать внимание на пунктуационные, грамматические ошибки, орфографические. И вот это действительно бросается в глаза, и мне кажется, как раз для контрактного менеджера это очень важно. Это показатель, как человек работает с документацией, насколько он внимателен к ней. Поскольку вот, ну, когда тоже открываешь резюме инженера и видишь ошибку в слове инженер... Да-да-да. Да, и вроде, ну, это, безусловно, это не относится к профессиональным компетенциям, но это создаёт впечатление. И, конечно, там, я как рекрутер, безусловно, я не буду отсекать сразу это резюме, я могу как бы подсказать, вот можете, пожалуйста, исправить, там, дальше вот как-то как-то вычитать, прислать, но, тем не менее, вот в общем фоне на рынке труда это всё равно ставит какой-то какой-то след. Поэтому, наверное, такие общие рекомендации. Вот это вот про рекомендации. А теперь хотелось запросить вот по вашему опыту, вот какие сегодня средние ожидания вот по рынку, от контрактных менеджеров, вот что они должны знать и уметь, чтобы заинтересовать работодателя. Кроме того, чтобы писать инженер правильно. Здесь я, наверное, скажу так, что это должен быть человек, но в первую очередь человек с проактивной позицией, который сам себя развивает. Да, то есть не просто выполняя свой чёткий функционал, который прописан на должностной инструкции, и ты в целом и так должен его вроде выполнять. Но всё равно дополнительные активности, в которых участвует человек, который потом описывает это в резюме, дополнительные инициативы, дополнительно пройденное обучение в рамках должностных своих обязанностей, это, безусловно, добавляет очки. Участие в конференциях, написание публикации, какие-то статей, заметок и прочее. Участие в подкастах. Это тоже всё, что можно отражать в своём резюме, и что как раз будет и добавлять вот эту ценность вам как кандидату. То есть можно сказать, что это то, что выходит за рамки твоей стандартной должностной инструкции. Да, то есть здесь, безусловно, в рамках должностной инструкции, здесь и так всё прописано, и всё очень чётко, в общем-то, шаблонизировано. А вот всё, что сверху, это, конечно, это всегда здорово, это всегда добавляет к кандидату. А вот по вашему опыту, какая сегодня вообще конкуренция на рынке среди контрактных менеджеров? Потому что есть такое мнение, что сейчас спрос превышает предложение. Так ли это? В целом так. Мы, правда, сейчас действительно живём в эпоху рынка кандидата, как это называется на профессиональном языке. Действительно у нас спрос превышает предложение. Но так резонно отметить, что, наверное, всегда была нехватка хороших, качественных специалистов, действительно классных, крутых, которые могут что-то новое привнести компании и как-то по-другому посмотреть, может, на какие-то процессы. Но сейчас, это правда, мы всегда находимся в поиске, и у нас потребность выше, чем есть предложение рынка. Поэтому здесь это как раз-таки, на самом деле, прекрасная возможность для всех кандидатов, в том числе, ярче заявлять о себе. И вот как раз развиваясь, занимаясь вот этим саморазвитием, повышать свою визибильность и ценность на рынке. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям это приятно слышать, что сейчас такая ситуация. Их время пришло, их время настало. На сто процентов. Хочется, знаете, поговорить о такой важной детали, о которой многие говорят сейчас, про личный бренд и нетворкинг. Вот как сегодня контрактному менеджеру заводить те самые полезные знакомства, кому обращаться за рекомендацией, вот где эти связи выстраивать? Наверное, для контрактного менеджера это, как мне кажется, вообще не проблема. Потому что, во-первых, контрактный менеджер – это тот человек, который тот сотрудник, который в рамках даже выполнения своих обязанностей он общается вообще со всеми. То есть он и на стороне производства, на стороне бизнеса, он и с подрядчиками активно ведет взаимоотношения, вообще контакты налаживает. Это как раз тот человек, который и строит этот нетворкинг для проекта, чтобы, в общем-то, все было в срок, вовремя. А если что-то не получается, то мы договариваемся и решаем сложные вопросы. Поэтому это уже вот в рамках даже выполнения должностных обязанностей уже идет формирование нетворкинга. То есть скилл, который должен быть обязательно. Да, вот это нетворкинг, одновременно гибкость и какое-то наличие стержня, где понимать, где можно, где, в принципе, надо стоять жестко на своем. Также участие во всевозможных мероприятиях. И здесь не обязательно выступать в роли спикера. Это просто, соответственно, профильные какие-то встречи, конференции, семинары и прочее. И здесь такой из разряда себя показать людей, посмотреть. И вот здесь тоже формируется этот самый нетворкинг. И отсюда же получаются рекомендации, и здесь же строится личный бренд. А как часто сейчас, ну как много проходит разных конференций, мероприятий именно по контрактному менеджменту? Конференции есть. И, безусловно, я бы даже не стала зацикливаться именно на конференциях по контрактному менеджменту, а общие отраслевые, поскольку на самом деле какой-то доклад по контрактному менеджменту можно встроить, мне кажется, вообще в абсолютно любую конференцию, ну, кроме, наверное, филологической. А поскольку вот у нас, например, компания устраивает уже второй год конференцию под названием «Диалог», где как раз-таки собираются, в общем-то, все представители как функции закупки, к которым относятся, в том числе у нас контрактный менеджмент, и делятся своими, соответственно, знаниями, навыками, наработками и как раз вот знакомятся. Поскольку с точки зрения общего рынка не только «Газпромнефти», мне кажется, это надо просто помониторить. И за год, ну, я думаю, конференций пять точно наберется, куда прям можно было бы действительно приехать и даже выступить, не только послушать, а выступить с докладом. В продолжении этой темы такой вопрос. Из каких профессий, по вашему опыту, чаще всего люди приходят в контрактный менеджмент? Здесь я, наверное, поддержу своих коллег, спикеров предыдущего сезона и скажу, что действительно из любых. Правда, ну, то есть здесь контрактный менеджмент – это вот на самом деле прекрасное направление, где можно, с одной стороны, условно, продолжить свой трек развития вот в каком-то ином направлении или вообще на 180 градусов перевернуться и просто по новой пойти. Но если говорить про нашу компанию, то чаще всего это юристы, юридическое направление, представители функции закупки, ну, то есть закупщики именно сами, и представители производства бизнеса. То есть, ну, в общем, все. Ведь у каждого из представителей вот направления, откуда можно прийти в контрактный менеджмент, есть же как раз те свои ключевые компетенции, знания, навыки и, ну, в принципе, опыт, который будет максимально полезен в том или ином проекте. Тем более мы сейчас живем в эру как раз глобальной трансформации вот этого подхода, где soft skills, hard skills и уже харды – это не настолько и важно. Это нарабатываемый навык, который можно пройти курс, прочитать книгу, изучить несколько статей и в опыте уже дальше, ну, в поле получить тот самый опыт и знания. А вот софты – это сложно развиваемые навыки. И здесь уже, если человек сложно строит, выстраивает какие-то контакты, взаимоотношения, некомфортно себя чувствует на переговорах, ну, банально, может быть, как-то не умеет договариваться, может, плохо торгуется. Ещё один важный суть. Да. То здесь это уже сложнее тренингом определённым как-то доразвить до нужного уровня. Поэтому вот к хардам не привязываемся. Хорошо. Предлагаю остановиться вот немножко поподробнее на новичках в контрактном менеджменте. И как преподнести себя, вот такой важный вопрос, как преподнести себя на собеседовании, в резюме, если у тебя ещё нет того самого опыта, когда у тебя нет каких-то там достижений, и ты, например, только начинаешь свою карьеру, ну, например, окончив университет. На самом деле, действительно, замечательный вопрос, потому что студенты и выпускники, молодые специалисты часто испытывают сложности с этим. И здесь я бы, наверное, так подошла немножечко, как бы шаг назад, это начать заранее. Начать заранее проявлять проактивную позицию. То есть, опять же, участвовать в всевозможных конференциях профильных, которые в УЗИ или где-то за пределом устраиваются. Организовываются это, опять же, статьи, это какие-то активности, стажировки и прочее. То есть вот именно та самая студенческая проактивная позиция. И главное, не забыть в резюме ничего. То есть вот не надо думать, что, ну, условно, там был я на стажировке две недели, ну и что? Нет, это важно. Важно всё, важен любой релевантный опыт. Даже если вы организовывали, помогали с организацией какого-то мероприятия, это тоже нужно отметить, безусловно. Это организационные какие-то скиллы, там. Да. То же самое нетворкинг, умение договариваться. Да, да, да. И вот из как раз-таки таких вот мелких нюансов, как будто кажущихся мелкими, мы и собираем вот этот образ кандидата. И мы понимаем, во-первых, ну, если студент у нас только учился и ничего больше, то, ну, это тоже определённый образ. А если там учился ещё и вот это, 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 это сверху, и тут ещё и вот такой вот список там публикаций, то вот как раз-таки у нас и формируется то, что, то, как мы видим этого кандидата в будущем. То есть любой опыт ценен? Да. Указывайте всё? Ну, указывайте всё, но то, что всё-таки более-менее релевантно. Да, хорошо, Оксана, у меня ещё такой вот есть вопрос. Поделитесь секретом, раскройте, да, секрет. Какие каверзные вопросы могут ожидать соискателя на позицию контрактного менеджера на собеседовании? Ну, каверзные вопросы — это, наверное, те вопросы, на которые вы не знаете ответ. Поэтому здесь, опять же, возвращаясь к предыдущему, то, что я сказала, всё-таки если в режиме что-то указываете, то будьте уверены, что вы сможете это обсудить на интервью, поскольку здесь, как осознанные ответственные работодатели, мы сейчас используем активно и учим, и обучаем в том числе наших нанимающих руководителей инструмент, моему обожаемому инструмент, интервью по компетенциям, где как раз-таки вот из парочки вопросов можно получить абсолютно полноценный ответ и понять, там, было всё-таки, было или не было. Это в опыте. Поэтому, безусловно, конечно, чтобы вот не получалось ожидания и реальность, всё-таки внимательно подходить к составлению своего опыта резюме. А также в том числе готовиться к интервью в плане узнать про компанию. Тоже важно. Вообще не только название. Историю, да? Чем занимается? Какой бизнес, где вообще представлено, в каких регионах, если там это какой-то широко представленный бизнес. Уточнить у рекрутера, например, кто будет присутствовать на встрече, чтобы тоже не было какой-то неожиданности, и уже адресно обращаться и понимать, поскольку даже понимая, с кем будет встреча, уже можно как-то понять, как будет построен следующий диалог. Поскольку если уже встреча предполагается с топ-менеджментом, ну, с очень высоким руководителем, то даже руководители, которые мыслят больше стратегически, широко, и тут уже, наверное, будет меньше про какую-то мелкую операционку, а больше про что-то глобальное. Если там встреча, ну, какая-то промежуточная, например, встреча с, может быть, более старшим коллегой, чтобы какой-то первичный, например, отбор провести, то здесь уже как раз мы, наверное, скорее всего, будем погружаться более детально в опыт, вот цепляться за каждую, соответственно, за каждую там выполненную какую-то операцию и ее разбирать. Вот такая подготовка. А еще, конечно же, мы не забываем про вопросы, поскольку всегда как-то в интервью всегда наступает такой момент, когда работодатель уже начинает спрашивать, а какие у вас к нам вопросы? И здесь кандидаты так... И вот, ну, наверное, ничего такого вот более глобального, чем зарплата или график работы, вот как-то так, в голову вот так вот просто может и не прийти. То есть надо заранее приготовить вопросы, которые ты, как соискатель, задашь представителям работодателям. Да, чтобы вот как раз-таки мы это, ну, тоже отмечаем и ценим, что человек подготовился, посмотрел. А это какие-то стандартные вопросы или это какие-то, ну, абсолютно разные могут быть? То, что интересно вам, да, и то, что важно для вас. Ну, безусловно, здесь же, опять же, есть какой-то этап еще рекрутер, который отвечает на вопросы, но, может быть, что-то важно в функционале, может быть, про команду хочется узнать, что это вообще, с кем там может... Это за люди. Да, что это вообще за люди, да, да, да. Как построены бизнес-процессы, может быть, что-то подробнее про сам проект, ну, в широком смысле проект, то есть про то, что вообще нужно будет делать, и какие-то нюансы, детали узнать, потому что это, на самом деле, уникальная возможность, когда ты выходишь вот на представителя компании, возможно, даже потенциально своего будущего работодателя, и ты можешь сразу узнать все, в том числе, чтобы принять самому решение. Поскольку, ну, мы выбираем, нас выбирают, да, такие вот рыночные, в общем, отношения, что мы пытаемся как бы продать, да, нашу вакансию, компанию, вот привлечь максимально ценных кандидатов. И кандидаты точно так же стараются представить себя так, чтобы в том числе привлечь работодателя, достойного работодателя, и получить достойные условия. Тем более, если вы говорили, что сейчас на рынке контрактного менеджмента это все-таки рынок работника, да? Да, кандидата, да. Да, рынок кандидата. Да, мы будем сейчас завершать уже потихоньку наш разговор, и в конце хотелось бы попросить вас дать совет нашим слушателям и зрителям, которые только окунаются в контрактный менеджмент и собираются откликнуться на свою первую вакансию. Вот что бы вы им посоветовали? Готовьте хорошее, качественное резюме, и дерзайте. Очень мотивирующе. Да, откликайтесь, ничего не бойтесь. И мой финальный вопрос, он традиционно для нашего подкаста, я задаю всем гостям. Оксана, вот только скажите, пожалуйста, искренне, не по учебнику, а для вас лично, в чем ценность контракта? Кстати, я наших слушателей и зрителей тоже приглашаю ответить на этот вопрос в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению. Для меня ценность контракта, честно и искренне, это, наверное, такая точка правды для всех участников. Это то, где зафиксировано все, о чем договорились, и куда можно всегда обратиться, если вдруг что-то пошло не так или что-то подзабыл. То есть это вот то самое мерило, которое помогает решать все сложные вопросы, кейсы, возникающие в рамках взаимодействия. Спасибо большое вам за этот разговор, за эту ценную информацию. А я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Оксана Цветкова, HR-партнер функции закупки в компании «Газпромнефть». Оксана, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Управляйте своим договором грамотно. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах. Обязательно оставляйте комментарии. И до встречи в новом выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok